Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял участие в военных сборах. Мероприятие прошло на Сергеевском полигоне в пограничном округе. Вместе с главами муниципальных образований, руководителями крупных предприятий Приморья, Олег Кожемяка прошел все этапы сборов. Освежил знания в тактической стрельбе, сбил мишень из автоматического гранатомета, ручного противотанкового гранатомета, пострелял из снайперской винтовки и пистолета Макарова. Важно понимать, чем они оснащены, каким видами оружия будут воевать. Исходя из этого, конечно, это прежде всего обращение к руководителям предприятий, главам муниципальных образований, с тем, чтобы взяли заботу о семьях, с тем, чтобы, провожая специальную военную операцию по контракту, по его желанию, значит, он понимал, что за семьей будет присмотр, что она не будет, если что-то нужно, нуждаться в чем-то, всегда может обратиться в органы власти, на предприятия и оказывать необходимую помощь и поддержку. Конечно, это еще и сохранение тех рабочих мест, которые по окончании специальной войской операции будут нужны этим ребятам. Формирование добровольческих батальонов, по словам губернатора, это знак высокой поддержки российской армии. Такие сборы военный комиссариат и командование 5-й армии, 155-й отдельной бригады гвардейской и морской пехоты будет проводить. И я думаю, что мы сделаем все с тем, чтобы наши воины, находясь там, чувствовали мощь и поддержку своего родного края. Олег Кожемяка напомнил, что лозунг «Поддержим своих» должен реализовываться на деле, в конкретной помощи воинам на передовой и их семьям. И для этого в крае уже немало сделано, начиная от сбора помощи и заканчивая принятыми законами о мерах социальной поддержки участников военных действий и их семей. Значительная поддержка предусмотрена и для добровольцев. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.